Благоустройство территории, ремонт в школе или костюмы для юных артистов. Все это наказы избирателей, как их исполняют в Лазаревском. Проверили депутаты городского собрания Сочи Виктор Филонов, Павел Афанасьев и Александр Бурляев. Надежда Бескаравайная расскажет обо всем детальней. В этот детский сад депутаты ГСС приехали, чтобы оценить благоустройство территории. Об этом просили избиратели. Работы произвели за счет депутатских и внебюджетных средств. Пришлось обратиться к нашим дорожным организациям и за счет внебюджетных средств мы выполнили ремонт территории. Порядка 300 квадратных метров асфальтодорожной смеси было уложено. Ну и дальше продолжаем работу по ремонту данного учреждения. Кроме нового асфальта, который дети уже весь разрисовали мелом, в здании заменили почти 30 окон. В этом году мы тоже выпустили двух медалистов. То есть школа продолжает свои традиции. Директор 80-й школы Татьяна Пасынок с гордостью рассказывает об успехах своих воспитанников и добавляет, что ученики нуждаются в комфортных условиях. Не так давно она обратилась к депутатам Лазаревского избирательного округа с просьбой помочь с ремонтом санузлов. Было выделено 300 тысяч и вот работа уже близится к завершению. Исполнение наказов избирателей наиболее наглядно показывает эффективность работы депутата. Когда в ответ на обращение людей строят детские и спортивные площадки, благоустраивают территорию. Поддержка нужна и учреждениям образования, и культуры. И раз, два, три, четыре, пять. Эти новые белоснежные костюмы тоже исполнены наказ избирателей. Ансамбль спортивного бального танца «Фестивальный». Гордость Центра национальных культур района. Призеры городских и краевых соревнований. Спасибо вам за участие в нашей жизни, за помощь большую. Спасибо. Вы заработали просто своим творчеством, отношением, своими ребятами. Посмотри, какие. Красавица наша. Ну-ка, встала. И этих артистов знают далеко за пределами Сочи. Участники ансамбля украинской песни «Покуть» тоже красуется в новых костюмах. Гостей встречают, здравятся и благодарят за поддержку. Спасибо большое. Вы нас очень сильно поддержали. 25-летие мы отметили, правда, онлайн в прошлом году. Но как только выйдем на свободу, мы обязательно сделаем большой, огромный праздник. И в этих костюмах будет весь наш Центр украинской культуры, а особенно ансамбль «Покуть». Помогать местным талантам будут и дальше, говорит Виктор Филонов. И желает артистам как можно скорее встретиться со своими зрителями и слушателями. Надежда Бескаравайна, Влад Машинский, Вести Сочи.